Я женщина, я сексуальна, я желанна. Женщина постоянно болит голова, у неё постоянно месячные, 30 дней в месяц. Недостаток в норме. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня у нас занятие называется «Вулканический женский оргазм». Тема женского оргазма на самом деле очень пикантная, потому что раскрытие всех этих тем настолько зависит от индивидуальной ситуации каждой женщины. Её прошлое, её настоящее, её физиология, психология, отношения в семье, отношения к себе и так далее. Начиная говорить о женском оргазме, хотелось бы вначале поговорить про женское либидо. Наша сексуальность, наше желание. От чего оно зависит? Раньше были очень популярны шутки, там, например, вот у женщины постоянно болит голова, у неё постоянно месячные 30 дней в месяц, там, и после свадьбы, сексу перестаёт хотеть и так далее. На самом деле есть и сейчас процент женщин, у которых низкая либидо, но мужчины уже начинают понимать, что скорее и они не дотягивают порой, потому что у них ниже либидо, чем у нас, женщины. Что же делать, если всё-таки не хватает желания? Женская либидо зависит от множества вещей. Если брать чисто физиологию, то это наш гормон эстроген. С эстрогеном дела обстают таким образом, что если его недостаток, либо переизбыток, оба варианта негативно сказываются на сексуальное желание. Поэтому рекомендуется периодически сдавать анализы на гормон эстрогена, также можно проконтролировать и остальные все гормоны, прогестерон, тестостерон и так далее, для того, чтобы понимать, что они всё-таки в норме. Можно не сходить по этому с ума, если нет никаких предпосылок, но если же есть проблемы с либидо, то в принципе можно его проверить. Некоторые основные элементы, которые хотелось бы сейчас сказать. Очень важен. Здоровый образ жизни. Причём, например, возьмём спорт. Когда у нас недостача спорта, у нас не выделяется достаточно, нет гармонии в наших гормонах. То есть хотя бы физкультура, хотя бы прогулки на свежем воздухе три раза в неделю, час, быстрым шагом, хотя бы раз в неделю зайти в тренажёрку, сделать силовую нагрузку, пилатес, либо что-либо, даёт нам выброс правильных гормонов, которые выстраиваются в цепочку. Если есть недостача в этой цепочке хотя бы одного или двух элементов, то рушится весь процесс. Наше тело таким образом создано, что у нас есть для этого потребность в этом. В спорте есть нюанс. Во-первых, когда мы занимаемся спортом, у нас выделяется также и гормон тестостерон. Пускай тестостерон широко известен как мужской сексуальный гормон, но на самом деле он также необходим женщинам в том, чтобы чувствовать себя сексуальной, драйвовой, желанной и чтобы желать. Вот, поэтому нам нужен тестостерон, но в небольшом количестве, в норме. Для его выработки спорт – идеальное просто упражнение. Но когда мы даём переизбыток спорта, и мы теряем весь жир, жировой прослойки практически нет, у нас тестостерона становится слишком много. Почему? Жировая прослойка у женщин не с простантом, над коленками, на бёдрышках где-то, не с животика. Вот вы знаете, у девушек есть такие особенности фигуры. Если мужчины часто, даже как рисуют туалетный знак, мужчины, широкие плечи, больше ничего нет, то есть только на костях всё держится, а у женщин вот таким образом треугольчик стоит. И это природа так заложена. Наш жир помогает перерабатывать тестостерон и эстроген. Это если очень грубо говорить, там, конечно, сложнее процесс идёт. Но благодаря небольшому здоровому проценту жира в организме женщины мы можем избыток тестостерона переводить в полезный для нас эстроген. Поэтому здесь, если девушка совершенно худенькая и щупленькая, у неё может быть недостаток эстрогена и переизбыток тестостерона лишь потому, что её фигура так на это влияет, и с другой стороны, когда у женщины есть переизбыток жира, он приводит к переизбытку эстрогена. Её это тоже влияет на здоровье, на цвет, состояние кожи, волос, на проблемы мочеполопуст, в системе могут возникать, молочные железы и так далее, и так далее. Поэтому поддержать эту полезную норму – это очень важно. Наши эмоции в том числе влияют на наши либиды. И здесь у мужчин есть подобное, но у женщин прям три восклицательных знака можно поставить, насколько наши эмоции, наше состояние души может влиять на наше желание секса. Причём здесь и усталость сказывается, то есть то, как мы себя чувствуем, то, какое у нас настроение, насколько нам получилось переключиться с работы на дом, насколько получилось отключиться от ссоры, простить партнёра, например, если была какая-то ссора, если был стресс на работе, войти в состояние «я женщина, я сексуальна, я желанна». Это всё очень важно понимать, в том числе и мужчинам. И иногда нужно перед тем, как попросить секса у женщины, да, это, конечно, смешно звучит, но понятно, перед тем, как заняться сексом со своей любимой, поговорить с ней, убедиться, что она в правильном состоянии дыши, в нужном состоянии эмоций, своей психике и понимании приятия себя. Возможно, ей нужно уделить минут 15, выговориться и обсудить, что произошло за день. Возможно, ей нужно сделать расслабляющий массаж, просто чтобы она смогла переключиться. Потому что, когда целый день пелёнки, кормёжка, крик ребёнка и так далее, очень сложно вечером настроиться на секс. Если для мужчины это было бы спасение, целый день уставал, то, блин, наконец-то домой приду и расслаблюсь через секс. То для женщины, наоборот, нам нужно сначала сбросить всю усталость, нам нужно набраться силы хорошего настроения, войти в состояние ресурсное, и тогда мы можем заниматься любовью таким образом, что у нас будет и желание, и которое приведёт нас к оргазму. Субтитры создавал DimaTorzok